Анну Константиновну Алисюк и Светлану Михайловну Фриюк сложно назвать пенсионерками. В свои элегантные годы женщины следят за модными тенденциями, делают стильные прически, легкий макияж, а еще не перестают удивлять энергией и жизненной силой. Их даже язык не поворачивается назвать бабушками. Танцы и йогу в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района освоили пару лет назад, но останавливаться на достигнутом даже не думают. С выходом на пенсию такое ощущение, что мир рухнул. И вдруг появляются социальные, ну прекрасно очень, Ленинского района, Московского района. Мы стали метаться куда, где лучше, как и что. И определились здесь, нам очень нравится. Это же для здоровья, для здоровья. Я совсем по-другому почувствовала себя. И голова не так болит, и давление не так поднимается высоко. Те, кто посиделкам на лавочках, предпочитают проживать активную жизнь, накануне собрались на дне открытых дверей для граждан отделения пожилого возраста в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района Бреста. Спорт, рукоделие, изучение языков, обучение компьютерной грамотности, йога. Заведению есть, что предложить постоянным слушателям курсов, а также новичкам. Новые образовательные программы 2019 года – это художественное направление, кружок любознательный, где его членам предложат участие в различных экскурсионных программах города, области и страны. Мы хотим, чтобы к нам приходили вот в это отделение, а мы сегодня проводим день открытых дверей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, приходило как можно больше населения района золотого возраста. Ведь это люди те, у которых есть о чем вспомнить, о чем рассказать и показать себе. И самое главное, что в этом возрасте, они вот в этом отделении, находясь, они могут проявить себя и не забыть о том, что у них еще есть такой период, где они могут быть востребованы. Сегодня в отделении дневного пребывания территориального центра раскрывает свой потенциал 220 человек. И как достичь прогресса, в любом деле помогают наставники. В рамках Дня открытых дверей награждали лучших преподавателей и волонтеров. У меня не бабушка, у меня хорошие, красивые женщины, которые любят себя. Первое, если они любят себя, значит они могут ходить, у них есть еще больше желаний, чему-то еще больше научиться. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.